добрый вечер с вами николай и мы играем в зелдер скролл с онлайн здравствуйте мои дорогие товарищи здравствуйте что у нас интересного я сделал бронюку да ну довольно такое попробуем полазим посмотрим не знаю еще это да это немножко посмотрим на восстановление на ладно мы в реверспайне в реверспайр пустыню алькингер мы прошли да возможно не все не все наверное задания прошли но будем потом если что искать проходить а сейчас мы проходим основное задание реверспайр это у нас тут да ведь это любители соприключений боюсь в заклад что ты не случайно выбрала и на эту дорогу я прав неприятностей реверспайра стали и твоим тоже да король америк послал меня сюда чтобы я помогла восстановить порядок боюсь это легче сказать им сделать но я рад слышать что я берегоне наплевать мы уже было подумали же может быть наши сообщения не нашли на него я собирался отправиться в эрис лично но ты избавила меня от этого и хлопот я при я полагаю что ты сможешь помочь мне еще раз если ты еще не заметила реверспайр объявил гражданская объявилась объявил объявила гражданская война которая жестоко с ней не вступает восстание у старика ренсера на этот раз он давал соборов монклер похоже он решил что станет королем шорнхельма нравится это остальным знатным родам или нет монклер начал гражданскую войну ну да этот негодяй подкупил городскую стражу напал на остальные благородные дома и завладел половина шорнхельма теперь воськоманка я раб отсюда а стражи шорнхельма получили ногой подзадки и так хочешь помочь ну давай ра ха ха подумай славе это будет прямо как на войне и рансера мы спасем реверспайра и может женщины обомлеет будет здорово вот видишь вступай в часовню шорнхельма и скажи графине тамрид что я тебе завербовал я приду как только смогу а почему он решил напасть а что заставляет иранов поступать так как они поступают честолюбие жажда славы точно не знаю что мне известно так это то что войска монклера заняли пол столицы и скоро заместил ставшую часть и если стражи шторнхельма не получат подкрепление что такое можно сказать о самом монклере брон вилон монклер мало того что и про него можно сказать по правде говоря прежде чем он делил трон с остальными двумя знатными родами графиня тамрид говорит что они когда-то не были особо близки но она уж точно не ожидала что она развяжет войну кто такая графинь она глава одного из знатных родов юная но умная очень набожная мне говорили что она училась что он хейвене и снискала разложение эмерика не дурна собой но поскольку она сейчас мой наниматель я стараюсь этого не замечать чем ты занимался со временем нашей встречи все понемножку сражался за правое дело ухаживал за дамы выпивал во всех тавернах и постоял в дворах отсюда до гленумбры и обыгрывал в карты моего друга скорба при каждом новом случае как же здорово снова тебя видеть а что произошло войны в то время только об этом и говорили странно что об этом не слышала это было десять лет назад наш возлюбленный верховный король оскорбил короля шорнхельма рансерда который постичен неучтивостью рансер в ответ объявил войну выраста это была настоящая война ну если ее можно так назвать продолжалось около года войска америка только и успели что немного размяться когда война закончилась рансер был умер в королевстве и вновь посырился мир с тех пор реверн спайров справит три представители знати довольно интересно и те-ре-с-ни-ка да я сбегал сюда потому что мне надо было лошадку все идем выполняем задание на на него где-то должны здесь поблизости быть задания стопорцентно что я бежал были сейчас прибежит чувак стопудово а ну бежит деревьер юрии а помогите обольжались тем помогите мне на нас напали я не удерживаю без предупреждения эти вероломные негодяи успокойся расскажи что-то случилось солдаты дома Монклер и покидатели тулсы они заставили нас в расплох в расплох в расплох в расплох и не высказали ни капли милосердия лейтенант Фаркасан занял старую башню на холме укрепился там стража Шонхельма не сдается без боя что от меня требуется Ле Монклер лейтенант Фаркас послал меня забрать лекарства и отнести их лейтенанту я попробую доставить вести о том что произошло остальным нашим войскам хорошо а эти лекарства не хотим лейтенанту Фаркасу много наших солдат были ранены во время этого внезапного нападения а подробнее то что рассказывать мы патрулировали круг в ожидании какой-либо него гадости со стороны Монклера когда мы остановились проверить ферму Инну нас атаковали мы не знали что у Монклера есть войска но никак не ожидали а мы знали что у него есть войска но никак не ожидали что у него такая огромная армия что он намерется добиться мое мнение он хочет стать королем Ривери Спайра прямо как тот четкнутый Рансер лейтенант Фаркаса отступал к старой башне на холме мы удерживаем солдат Монклера но нам нужно поставить на ноги раненых знаете что мне тут кажется здесь немножко довольно лейтенант ладно Ладно, взять лекарства. Идем за лекарствами. Деля малька лэмкалэха. Блин, да и французский типа, короче, вот это ховар пытаюсь. Книжечка. Надеюсь, заводи восьми богов. Благодаря заступничеству святой Олесии, можешь ты столь наполниться благодаря идущей от нее силой и мудростью, что через все это пройдешь, к постижению восьми богов и их величия, нет возможности познать умом человеческим все многообразие и вся сложность истины, и добродетели, и бомарей чернильных и небес пергаментных не хватит, чтобы записать на них все, их наставления, а Катош в мудрости. Его, понимая, как нетерпелив человека, как не любит он идти тернистыми дорогами истины, позволил нам обрести закон свой, эти девять простых заповедей, с их убедительной ясностью и четкими наставлениями. Стендар говорит, Будь добр и щедр к людям ты в реле, защищай слабых, лечи больных, помогай ненуждающим. Аркей говорит, Чти землю, создание ее духов, живущих и умерших, храни и береги, подарена мера смертных и тревожь души усопших. Мара говорит, Живи спокойно и мирно, чтобы родители своих оберегали мир и спокойствие своей семьи и дома своего. Зенитар говорит, Работай усердно и будешь награжден. Трать разумно и будешь пребывать в довольстве. Никогда не воруй или будешь наказан. Кинодред говорит, Пользуйся дарами природы с разумом, уважай ей помощь. И бойся ее ярости. Дебила говорит, Открой свое сердце благим тайнам искусства и любви. Цени дары дружбы, Ищи радости, вдохновения и мистериях любви. Джулианос говорит, Стремись к истине. Блюди закон, Пребывай с сомнений. Ищи света у мудрых. Акатош говорит, Служи и повинуйся императору твоему. Изучай заветы и почитай восьми богов. Исполняй долг свой. Прислушився к наказам проповедников и слушателей церкви. Восемь говорят, Кроме этого, Будь добр к ближнему своему. Понятен. Девять заповедей. Девять заповедей. Чикус. Айо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 первый балет внутри уходи нам не нужны неприятности с вами все в порядке все ли с нами в порядке нашу ферму захватили солдаты а ты спрашиваешь все ли с нами в порядке что это такое какая-то уловка ты хочешь отнять еще и наш дом я пришла с одним стражником шторхем могу проводить вас безопасное место думаешь я тебе поверю и открою дверь ну что нет если ты и вправду хочешь помочь принеси мне оружие чтобы я мог вооружить свою семью как только мы сможем защититься как следствие радостью открою тебе двери хорошо не просто какое-то попало слышишь мне нужен двуручный меч и одноручный меч и жене и старшему сына младшему дружицу моя дочь настаёт на паре кинжалов когда ты будешь оружие принеси его сюда уже говорит правильно думаю я могу еще один минутку сможешь на кучу не нужно оружие я видел как солдаты бросали оружие в амбар наверняка ты найдешь кровь разве что не чувствуешь запах мне нужно сходить башню хорошо экс вампиры ненавижу вампиров фу хрен отшел вампиром стала надо тебя убить чудовище одноручный меч конечно же одноручный кинжал чудовище мародер манклер манклер одноручный меч лук со стрелами кинжал обзор боже сутки не реально брат хэтчфельд обзор боже сутки амбар начали изучение кинжал двуручный меч куч ухтышка и хотел спасти это семейку смотри что получилось как будто сегодня завтра чтобы на перекосе что произошло не знаю я вернулся дверь открыта жену должен быть и пожертвовал собой чтобы остановить новое имя аркея зачем они открыли дверь я собрал оружие которым присвяжены оружие да да конечно все просто чудовищно мне синера измотанная остальные члены семьи и но должна найти их прежде чем ты уйдешь я должна сказать тебе кое-что мертвый иногда возвращается но же как кровавые монстры так это роду их рук дело в этом я не уверена но лейтенант считает что из-за этого отбили манклеры если кто кого-то из и на убили тебе придется сжечь их тела возьми этот факел и начнешь тел жену а потом собери их прахши чтобы семья могла похоронить как полагается и и тумбочка не тумбочка и а а тумбка г жива но и но чудовище если бы ты пришла к нам до того как все было по-другому а теперь манец мертва семья разбежалась чудовище что что пришла помочь отец закрыл дверь она напала он закричал чтобы мы спаслись я слышала крики вот возьми на меч как просил отец как я жалею что он не пустил тебя ты могла бы спасти я побегу с стражем шторнхельма пожалуйста на единственный членами семьи в смятении все разбежались в разные стороны ты говорил дочи-дочи она посещала дверь с голову было беспокоено я слышал крики отца бла-бла-бла все понял я думаю же за монстру тут зараза не успел даже немножко мэйлу и нам что случилось в римском доме не было не очень хорошо слышно кто-то постучался в дверь и убедил моего отца открыть а потом раздались крики и кровь и шутка перебывалась если бы не жабан его наверное уже была мертва вот возьми кинжал и иди отсюда как бы я хотела чтобы вернулась и приключать это мой отец может быть простите за то что кривляюсь что случилось в римском доме не было не очень хорошо слышно но кто-то постучал дверь убедил моего отца открыть а потом раздались крики и кровь жутко перегубал такси манас кривень из самаре блять и я профукал кучу опыта давай хоть на нем вот и ты не видела я лезу сейчас семейна уже здесь а вот и луза я не видел я не видел я не видел до сих пор как ушла в фермерскую думу отправляясь на поиски семейна но она еще не возвращалась и начинает волноваться мне кажется она больна и за все все старается это скрыть но здесь она скоро вернется а ты пока стою внутрь и проведай на я помещу что отправлю тебя мне кажется этого вампираша мне кажется да мне кажется да сейчас она здесь будет пытаться их убить Жванна как же в новом виде я скажи что Хейлма оказался этим временем но моя мать и младший брат еще не прибыли сейчас он не встречал их прости но твоя мама и брат не вернутся я боялся что все этим хочется я постараюсь быть сильным ради моей сестры только мне бы хотелось похоронить их на семейном кладбище я не смогу успокоить но вот возьми и прав спасибо мы похороним их как только моя сестра успокоится обходи кто-то идет нет не может быть только не ты Дивайнеры защищают нас это монстр ты где стоишь мерзкое создание монстр? что еще что сделала она кровавый монстр она ушла в наш дом и убила отца нет нет это не правда куда найти и луизу такс целебные травы так ла ба ба зачем ты пришел что я тут читаю так можно готовить вытяжки крапива щелчанка холодильник желтый клевер лютик ничего такого у нас здесь нету может оно по-другому просто называется лекарственная сумка что? лекарская сумка еще сумка лекаря в сумке лежат лечебные примочки настойки травы проще уйти ну как я говорил чувиха вампирша вампиры запрещенный мешочек в сумке лежат книги бумаги лекарства нескольченные вещей некоторые сгубы ха 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 не берием где-то подальше запрещенный мешок заметки неинтересно сейчас две секунды подождите не дают мне покоя так заметки целью где-то в самом конце также надо сказать что сама очевидно была ранена хотя я не помню как я обнаружила глубокая царапина вдоль левого плеча как будто прочерчена длинными острыми когтями царапина не опасна поэтому все еще ничего не испанало где она фаркису фаркису но она горит и чувствую необычный голод хотя еда меня не привлекает не ну кто бы сомневался стыдор что со мной случилось ты вампир пожалуйста не приближайся я не голодна я не хочу у тебя причинить вреда так расскажи мне что случилось я думаю сын и но прав думаю действительно он полноиваться почему ты думаешь я точно не знаю память возвращаемся по мне вспышками и чувствую запах крови такой свежий и сильный я просто была так голодна и я думаю я выпила кровь жену почему я так голодна когда это началось не знаю несколько дней назад несколько недель нет меня царапали во время битвы с монклерами я помер чаяния что-то коснулось моего влеча и не вспомнил об этом пока не заметил глубокую царапину так что ты думаешь что вам делать я иду сюда иду далеко я не смогу спрятаться с места я не верю в себя стендарь помоги мне я так голодна я не могу тебя отпустить прошу тебя это неправильно я творил ужасно-вечно но я все же ищу по крайней мере я не хочу умирать ты хочешь взять на себя новые смерти ты права это не безопасный путь я знала это с самого начала и потому понимаешь хороший целитель умеет создавать не только лечебные препараты но и яды когда я вернулся я достался при себе перед паркетом так что мне очень жаль ты сама сдохнешь да подожди дай я тебе ну ну нечестно ну ну да полюбасику ее надо было резать думать тут и думать нечего тупо пререзать и все это Элоуиза убила жену Вейну теперь она решила освести счеты своей жизнью сила смерти сила смерти сила стихий могла разрешить задание замечательно в осаде мы с сестрой соберемся повернуть семью для нас вылечить что 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 будем наверное через время заканчивать сейчас так я помню как отец рассказал страшные истории он застарался обходить нас чтобы убедиться дальше найти истории только разошли и не так теперь проблем уже нет все будет по-другому разрешено рабство ха 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 не червя не очень мне интересно так это мне значит что тигрифи идёт и крит чтобы продаж давай откроем вот этот вот он ч ч ч ч мг артронах артронам 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 я конечно бежим 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 не понял ух да есть уже и чуть-чуть простенький и По пути открывай сундучки. Очень надо, очень надо сундучки. Почему? Потому что в этой зоне неплохие бывают награды за сундучки. Так что, да. Это один из вариантов, где можно заработать неплохие денежки. Проходи миссии и продавай. Продавай, продавай. Сейчас, прикроется. Или не сейчас? Давай уже! Все. Все. Просто бывало такое, открываешь ты, хороший сундук. А такой бежит какая-то? Нида. Ну, в том смысле, что вот этот, какая-то фигня, которая тебя заметила, пометила и все, и бежит за тобой. Ты же стоишь и открываешь. Думаю же, сейчас развернется и назад побежит. Сейчас, ему надо ударить. Я узнаю, что случилось здесь, если это последнее, что я делаю. О, мантия силы смерти. А, тоже изучаешь историю, должно быть так. Иначе в этих забытых богами руинах делать нечего. Хотя место потрясающее. Ты знаешь, что именно здесь был последний фут короля Ронсера. По правде говоря, он до сих пор его не покинул, и я наберусь выяснить почему. Здесь призрак? Да. Это были его солдаты. 15 лет назад. Последним мгновением битвы с орками Роткера. Что-то произошло, и все они были прокляты, и лишены покоя. А теперь эти несчастные, обреченные нежные, негу не позволяют узнать правду, когда пойдешь мимо нежники. Ну, это в этом самом деле и дело. Но я надеялся, что раз ты тут, то, похоже, можешь за себя постоять, может быть, и не откажешь меня проводить? Мне нужно только добраться до центральной башни. Я уверен, что ответы на мои вопросы находятся там. Хорошо, я тебя проведу. Я знал, что если приду сюда и немного подожду, то кто-нибудь, в конце концов, согласится мне помочь. Если мне удастся определить, что произошло после немновения жизни короля Ронцера, ученые еще долго будут произносить мое имя в благовении. Мне кажется, он не доживет до конца этой миссии. А что известно тебе о этой битве? На самом деле, довольно много всего. Войска верховного короля Америка разбили большую часть армии Ронцера Марка Вастена. Кое-кто серьезно считает, что Ронцер был поврежден именно там, повержен. Но это не так. Он и его самые верные воины ступили сюда, и здесь на него напали орки. Да, разумеется. Ротгар был союзником для Америка, а орки к тому времени уже покорили большую часть королевства, включая Шонхель. Ронцер отступил сюда, а орки окружили его, но о последствии мгновенной битве неизвестно ничего. Я про чай забыл. Подробнее про Крэнсер был Крэнсер Джон Хельман, справитель Ленс Байга. Во время, которое многие считали золотыми веками этих мест, Ронцер был чисто любит, и потом он пытался выдать свою дочь замуж за Америка. Когда Америка передумала, Ронцер обезумевал их ярости. Именно это развязывало войну. Именно. Войска Ронцера двинулись маршем на Вейрест, и почти взяли его, Америка продолжалась заключить войну на соглашение с Редгардами и Орками. Вскоре армия Ронцера окружили враги, и его вытеснили из Тропхэйвена за несколько недель. Хорошо. Так, все. Товарищи, на этом мы сейчас заканчиваем. Спасибо, кто смотрел. В следующей серии мы будем проходить... ...здание сказания о предателе. А на данный момент все. Всем пока. С вами был Николай, и пускай у вас все будет хорошо. Пока-пока.